Василий Маханенко. Путь шамана, шаг 7. Поиск создателя. Глава 1. Возвращение в Барлеону. Добро пожаловать в игру Барлеона. Производятся настройки капсулы. Просим ознакомиться с обновлениями. Приятный женский голос начал перечислять обновленный функционал и его особенности. Однако я уже успел с ними ознакомиться и в реальности. Настя вкратце рассказала основные изменения. Уровень НПС класса император повышен с 500-го до 1000-го. Так что теперь даже десяток армагеддонов им не страшен. Также были повышены советники и вестники. До 900-го и 800-го уровня соответственно. Очень забавно поступили с игроками. Верхнюю границу характеристик, составляющую 500 единиц до обновления, полностью убрали. И теперь самые упорные игроки могут повышать свои характеристики хоть до бесконечности. При этом игрокам были сброшены очки характеристик, получаемые с каждым уровнем. Игровые форумы тут же взорвались от возмущения высокоуровневых игроков, давным-давно достигшие верхних границ и от того не получавших бонуса прокачки последние несколько лет. Однако политика корпораций была непреклонна. Лишних бонусов не положено никому. Даже наоборот. Они позволили заново распределить свободные очки характеристик только уже со знанием дела. Радуйтесь и этому. Других глобальных изменений в функциональности не было. Разве что несколько дополнительных классов и рас получили новые локации. Да, территория материка увеличилась за счет какого-то землетрясения и прибившегося острова, на котором, собственно, эти новые расы и появились. Однако я слушал об обновлении в полуха. Мой взгляд был сосредоточен на трехмерном изображении персонажа, облаченного в шикарные шаманские одежды. До того, как я взорвал геранику, такой формы у меня не было. Однако у меня даже в мыслях не возникло желания возмутиться. Специфичное фиолетовое свечение легендарных вещей, исходившее от обновленной одежды, говорило о том, что она мне понравится. Ведь в Барлеоне на трехсотом уровне одеяние трелесника утрачивало свою важность. Корпорация приняла решение возродить геранику и всю его армию. Оказалось, что пятью свитками Армагеддона я уничтожил не только темного повелителя и его приспешников, но также и нового дракона Мрака, на которого разработчики возлагали особые надежды. На этот раз Игорь и его команда не стали изобретать велосипед и напрямую обратились к Иванову, главе корпорации, с просьбой восстановления состояния Барлеона за час до ее отключения. Были написаны горы объяснительных. Определен уровень компенсации игрокам за потерю часа прокачки и торговли, после чего Иванов лично нажал на кнопку восстановления. Гераника и его дракон Мрака оказались живы. Игроки получили соразмерную компенсацию. Однако корпорация не стала трогать моего персонажа. У Махана остался весь полученный им опыт. Мало того, моего шамана снабдили такими бонусами, что на всех встречах представители корпорации лишь многозначительно улыбались и предлагали поскорее вернуться в игру, чтобы лично проверить их щедрость. Вообще, после выхода из капсулы, моя реальность превратилась в одну большую сказку. Три дня в центре реабилитации, где меня поднимали на ноги. Неделя суда, на котором я выступал в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Уникальная договоренность из корпорации по поводу моего персонажа. Приход Анастарий и ее обстоятельный монолог. Наше получасовое молчание, когда мы сидели и просто смотрели друг другу в глаза, не решаясь сказать ни единого слова. Бурное и страстное занятие любовью. Безумные и глупые слова о прощении, признании в любви. Выключение из реальности. Слезы, радость, любовь. Если бы не отец Насти, настоявший на нашем возвращении в Барлеону, сказка могла продолжаться бесконечно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому... Вход. Список заданий обновлен. Просим ознакомиться. Первое, что появилось перед моими глазами, едва Барлеона заменила реальность, стала информация об обновленном перечне заданий. Огромные пылающие и не убирающиеся в сторону слова констатировали простой факт. До тех пор, пока я не открою перечень заданий и не ознакомлюсь с ним, сообщение никуда не денется.